лягушонок всем доброе утро 14 марта сегодня лягушонок проснулся и спрятался всем доброе утро с каждым днем как-то получается вставать все позже у нас и это совершенно не устраивает надо как-то это исправлять вот засыпать рано не получается хотя хочется знаете лечь в 10 часов и проснуться в 7 часов так как-то в идеале но даже если ребенок уже лег и спит то я не могу так рано заснуть хотя вот когда мы ездили куда-нибудь но в отпуск за границу то очень даже удавалось нам ложиться спать очень рано там 10 в 11 уже мы засыпали и очень даже комфортно просыпались всем утра и делали свои дела какие-то а я что вам скажу вот у меня как-то мысли такие посещают что ну что мужчины они в этой жизни вообще халявят очень много самом деле потому что они считают себя сильным полом и говорят об этом на каждом углу но самом деле они же даже не рожают детей мне кажется что родить ребенка это такой подвиг со стороны женщины что мужчина чтобы он не сделал он не сможет совершить что-то подобное то есть ничего не сравнится с рождением ребенка и они называются сильным полом почему я не понимаю вообще как это просто у нас роды у меня но у нас я говорю потому что ира тоже принимала активное участие поддерживала меня и все что мы делаем мы делаем месте вот поэтому как бы я говорю у нас это было очень сложный процесс а для меня вот даже морально можно сказать ну и физически было как будто выпустить из себя другого человека вообще даже вот представьте себе даже подумать вот о том что в тебе живет человек иногда просто если вот задуматься то это что-то такое страшное самом деле ну когда она беременность проходит это все нормально ну просто когда вот такая мысль возникает в голове то это же понимаете тело не принадлежит себе то есть это тело принадлежит уже маленькому вот этому человеку потому что не можешь ничего абсолютно делать со своим телом все что раньше ты должен думать только о другом человеке и когда рожаешь ребенка этот человек готовый настоящий человек должен пройти через тебя выйти то есть через твое тело такой большой можно сказать человек это настолько как-то удивительно настолько страшно вообще сам этот процесс настолько страшный и узнать и я вообще детей люблю очень и будь на то моя там воля и возможности безграничные я бы вообще хотела бы очень много детей просто вот если пофантазировать очень много там весь мир просто в наших детях вот и если человек там жил до тысячи лет не знаю то есть но вот этот процесс родов я повторять так много много раз не хотела бы вообще бы не хотел вообще даже и второй раз хотя мы хотим вот еще детей да но вот я только понимаю что нужно это сделать вот это понимание но меня так пугает этот процесс это ужас поэтому я считаю что мужчины абсолютно вообще не сильный пол сильный пол это женщины женщины так много делают они рожают вынашивать за ребенка выражает его потом ухаживать за немало какой мужчина вообще ухаживать за ребенком за младенцем это не так легко это это конечно нужно складывать сюда всю любовь чтобы это было легко но все равно это не принадлежишь себе и не надо вот это думать говорить что суд и дело ты же с ребенком сидишь ты дома сидишь и правда вот многие мужчины какие-то оставим ребенка на 24 часа в сутки они потом взводят просто скажут все иди забирай его я пошел таким на мой слияние мужа ненавистница просто действительно вот они не правы собачки инопланетные на футболке знаете я не могу передать эти чувства но вот к своему ребенку такие чувства которых нет ни какому другому понимаете и вот если даже ребенка взять себе там семью там усы набить то тоже будут такие же чувства потому что например вы же когда животных например берете вы их любите обожайте привыкать их ним а знаете почему такие чувства потому что вы его изучаете вы с ним знакомитесь а когда например я вижу ребенка на улице или там даже у каких-то знакомых просто до ребенка на видео на страничке где-то еще или даже просто при встрече я же его не знаю я с ними знаком мне нет к нему чувств мне нет к нему какой-то эмпатии такой сильной очень понимаете и она берется не потому что там ты родил ребенка а потому что ты его узнал ты с ним познакомился вот но у нас к ребенку такие чувства мне кажется никто так не любит своих детей ну конечно любят но это я так говорю просто мы просто я обожаю я вот каждое утро просыпаюсь смотрю на нее она просыпается открывает глаза смотрит на меня улыбается и вообще такие у него такая мордашка такая даже не передать словами все вот это прекрасное вот это все что мы видим не могу даже вообще я наслаждаемся мы не можем наслаждаться насладиться не можем я уже даже скучаю по тому времени когда она была еще меньше потому что но вырасти она успеет а стать маленькой она уже не станет и конечно смотришь фотки и скучаешь и каждое вот это мгновение оно такое ценное очень он сидит грушу пластиковую есть и груши есть малыш гороши есть да это груша не настоящая и ну ладно у меня есть видео инструкция как заказывать товар из сайта 6 pm американского так вот сейчас многие мне пишут или что не могут заказать товар не могут внести биллинг адрес на сайте так вот наверное все таки магазин столкнулся с множеством заказов которые идут по украинской по американскому адресу доставка а оплачивается украинской картой и это их навело на подозрения какие-то сейчас магазин запретил весь вводить украинский биллинг адрес вот и ни один человек писал что писали обращение магазину вот магазина просит в ответ выписку по счету банковскому с печатью и плюс чтобы номер карты фигурировал так вот мы приватбанк конечно выписку эту можно получить но приватбанк не дает подобные выписки с печатью ну то есть это как бы в каждой в каждом банке по-разному еще зависит от того какого рода выписка так вот печать не обязательно обязана присутствовать но магазин просит с печатью и например я бы наверное не заморачивалась хотя я очень много товаров заказывал на этом сайте но сейчас так как мы живем в латвии я не могу пользоваться этим сайтом поскольку я заказывал всегда доставку через новую почту ну находясь в украине мне было это удобно сейчас мне это не нужно вот но получается инструкция устарела и уже не актуально и очень жаль конечно что теперь украинцы не могут заказать такого прекрасного сайта товары потому что это сайт дисконтный от магазина запас то есть это тот же владелец просто запас продает ну ну товары там каких-то новых коллекций а уже то что завяжем на запасе они передают на 6 пм продают там с большими скидками я очень часто заказывал подарки на этом сайте на там заказывала обувь заказывала еще что-то то есть какие-то разные штуки и но в основном обувь конечно в общем хорошую чем сайте очень жаль что вот такая ситуация и связано это именно с тем что вот очень много было регистрации с украины и американцы но конечно будут подозрительно относиться к тому что доставка идет в америку а карта украинская ну мало ли может это как кардеры те которые воруют карты но через интернет пользуются вот так ну то есть но и кстати блокирует аккаунты после вот того как человек там не присылают пишет им письмо не присылает потом подтверждение своей карты аккаунт блокируется видимо подозревают в мошенничестве я им тоже написала вчера письмо я конечно могу попробовать подтвердить у меня она кстати своя карта и билинг-адрес сохранен то есть это для новых регистраций есть проблема но может быть и старым тоже откажет но я не пробовала заказывать но у меня сохранено все в бита и я могу попробовать заказать товар мы уже по обратиться в приват попробовать выписку получить и отправить им вот но мне ведь просто я отвечаю тем кто пишет комментарии и интересуется почему не может внести билинг-адрес знаете хорошо жить там где нас нет все так думают на самом деле все люди но многие люди живут где-то там завтрашнем дне другом месте ожидании отпуска еще чего-то вот немногие умеют наслаждаться текущим моментом вот сейчас находит на хожу здесь все что меня окружает вот это круто вот но не каждый так умеет осознавать вот он думает что завтра вот завтра будет круто потому что завтра пойду туда-то или поеду туда-то а послезавтра я вообще не будет там другая работа будет еще что-то в жизни это будет круче да нет же круто это вот сейчас и это доказывает фотки которые пересматриваешь например где-то там был классные какие-то фотографии смотришь их там три года назад четыре года назад и понимаешь вот же класс я же классно вы же гляжу и себе нравлюсь и классные моменты они были но на тот момент они были такими обычными такими нормальными то есть это кажется вот все что происходит на текущий момент таким обычным и само собой разумеющимся а то что у нас каких-то фантазиях люди перестаньте жить фантазиями я это себе тоже говорю потому что у меня сейчас вот все идеально там ребенок сидит здесь я лежу все в жизни реально круто то есть а все равно хочется вот знаете приехали мы сюда в латвию хочется иногда домой и думаешь там же просто зона комфорта а здесь она другая хотя здесь тоже зона комфорта просто например чужое жилье это уже небольшой какой-то такой дискомфорт а потом подумаешь сейчас вернешься туда тебе отказаться блин и здесь тоже не то что может быть где-то еще то ну ладно забейте люди просто задумайтесь о таких реальных вещах что вот время жизни проходит уходит наслаждаетесь вы каким-то мнимым завтрашним днем они сегодняшним и это вот реально такие есть у многих людей или какими-то там вещами они эмоциями там пойти купить завтра я получу зарплату я пойду на куплю себе новых шмоток вот так люди мыслят и что вам эта тряпка я вообще например вещи всякомфорде покупают потому что они мне так быстро надоедает что у меня жаба давит заплатить за одну вещь какую-то большую сумму зачем она мне нужно вообще у меня вон целый шкаф в этих вещах и мне новое не нужно мне все равно вообще абсолютно что одеть дома сидя с ребенком или выйти на улицу собакой или даже пойти куда-то там на работу людям это другим абсолютно посторонним все равно кто во что дать человек может оценить кого-то там на улице прикольно там одет но он его даже не знает это человек один раз видит и забудет сразу же как тот скроется за его глаз серьезно а люди придают такое большое значение одежде например вещам я например большое значение придаю вещам вот в обстановке то есть квартира дома для меня это просто важно потому что я люблю вот красоту но это да это это то что тебя окружает но свое вот хочется создать красоту и уют но одежда вещи другие какие-то это такая ерунда короче это просто живите больше эмоциями друг другом своими близкими своими родными людьми и не живите чем-то посторонним там друзьями друзья это тоже хорошо прекрасно если они настоящие я вам скажу они все равно куда-то уходят свою жизнь когда они появляются семья дети каждый занят своей семьей поэтому ваша семья нам на первом месте не знакомые люди и не друзья а только ваша семья я тут видишь нас или а зачем ты кричала только что уже все нормально да уже не хочешь кричать уже когда вы выкручила экран это она перестала кричать может она пыталась как-то подражать и раз сварила супчик до меня снимать нельзя нельзя на себе палец порезала довела меня до стресса я это раскричалась я не люблю ситуации которые не подконтрольны мне и вообще что-то начала кричать непонятно даже нравится или что-то ей не нравится дергает водоросли что-то она активность через чурси вот сейчас вечером все началось собаки собак варать деда а вот миша хвост повесил ой миша миша миш скажи привет ты такая смешная собака деловая вверх вперед мишка мимо меня овчак там чеется я так все у меня просто дыбом я ее тащу как на удочку не буду вот это все хорошо как мишка какала покажи пожалуйста вот один раз вот так один раз я рассказываю не 10 просто это был ужас я считаю что в психиатрическую больницу куда обращаться чтобы не гуляли без поводков господь конченые люди не слушай нас потому что просто довели это овчарка сзади если бы я ее хотя бы видела издалека но она за спину у меня как пробежала вот такая телега понимаешь мне было страшно именно что она разорвет собаку понимаешь не наша пусть она рвет кого хочет имеет право а что та разорвет потому что овчарки они на спицы нападают и все я уже в корсине у меня в голова в глазах уже все порвало нашу собаку я его так не могла тащить она же начинает вау 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 вот так орать начинает на всех господи вот это приключение блин и нельзя было выйти в другой момент когда не было соня в футболке которую когда-то носила я тренируется эфки тренируется не думайте это не я вообще а она на этой овчарке уже и след простыл с этой теткой и только я осталась виновата все соседи повыходили все смотрят на меня все больше кого нет почему собака орет как бешеная ну потому что ужас какой-то ну все садимся смотреть передачу без пеннира поедем юмишка там нету такого ну там есть тоже собаки без поводков ходят ну не порежда бывает да да какой передач